Здравствуйте, дорогие подписчики! В эфире обзор главных аграрных новостей за неделю. Пшеница дешевеет, продовольствие дорожает, а сельские жители рискуют остаться без своих земельных паёв. Об этом мы поговорим в выпуске. Но сначала о погоде. На прошлой неделе Ростовская область с завистью смотрела на Кубани Ставрополье. В этих двух регионах прошли обильные снегопады. Администрация Краснодарского края назвала случившейся чрезвычайной ситуацией. Пришлось срочно расчищать трассы, разворачивать пункты обогрева. В Абширонском районе спасателям на снегоходах пришлось доставлять продукты питания в отдаленные населенные пункты. Ограничили движение по Крымскому мосту и это вызвало заторы. Снегопадом рады не все аграрии. Например, владелец клубничной теплицы из Белореченского района был вынужден разрезать пленку. Хозяин сооружения объяснил на видео, что перетянуть полиэтилен выйдет дешевле, чем восстанавливать каркас, который прогибается под тяжестью снега. В Белореченске уже больше 80 сантиметров снега. Сарожилы говорят, что в 70-м году только такое было, чтобы столько выпадало снега. Да, золотая клубничка в этом году будет. В Ставропольском крае ситуация выглядит более благополучной. Уровень снежного покрова варьируется от 13 до 28 сантиметров. Среднесуточные температуры в разных районах региона опускались до минус 6-13 градусов. Однако температура на узле Кущения пока неплохая. Она слабо отрицательная. От плюс 1 до минус 2 градусов. Гораздо хуже ситуация в Ростовской области. Снег выпал местами только по югу региона. А вот на севере аграрии очень сильно переживают за будущий урожай. Не успели горизонты зазеленеть, как пшеница почернела от мороза. Глядя на эту картину, аналитический центр Савэкон снизил прогноз по сбору пшеницы до 76,2 миллиона тонн. Аналитики объяснили это в том числе тем, что аграрии, возможно, сократят яровой сев зерновых культур в связи с введением пошлин. Однако другие эксперты с этим не согласны и предполагают, что сбор будет выше. Мировые цены на пшеницу будут высокими в этом году, а может быть и в следующих двух сезонах. Такое заявление сделал американский аналитик, глава компании Agresource Дэн Бассе на конференции «Где моржа», которую проводил Институт конъюнктуры аграрного рынка. Аналитик объяснил, что мировое потребление зерна растет, а производство пшеницы в странах-экспортерах остается примерно на том же уровне, как и в прошлом году. Кроме того, в новый сезон крупнейшие экспортеры зерна вступают с минимальными запасами пшеницы за последние 14 лет. В таких условиях мировой рынок начинает терять терпимость к неблагоприятным погодным условиям, сказал Дэн Бассе. Так что в зависимости от того, как будет меняться погода, цены на пшеницу будут либо взлетать, либо падать. Однако аналитик указал, что несмотря ни на что пшеница будет стоить очень дорого и в 2021, и в 2022, и возможно в 2023 году. «Российским аграриям, к сожалению, на этом празднике жизни рассчитывать не на что, ведь их доходы срезала плавающая пошлина. Цены на зерно, по крайней мере, до конца сезона будут падать», – рассказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Причина тому – пошлина. «Плавающая таможенная пошлина превратит жизнь зернотрейдеров в русскую рулетку», – сказал Дмитрий Рылько. Это связано с тем, что правительство планирует пересматривать размер этой самой пошлины каждую неделю, основываясь на стоимости контрактов, заключенных неделей ранее. Таким образом, зернотрейдер, выиграв контракт на поставку пшеницы, допустим, в Египет, через полтора месяца, не будет знать, какую же пошлину ему придется вычесть из стоимости этого контракта. Повезет, если пошлина оказывается меньше, чем он рассчитывал, а если больше? Ну а пока экспортные котировки на Черном море на нашу пшеницу падают. Сейчас тонна торгуется примерно по 282 доллара, сообщает агентство Refinity. Оно отмечает, что цена на пшеницу падает в результате слабого внешнего спроса, а также того, что экспортеры сейчас больше заняты оформлением документов. Они стараются отгрузить за рубеж как можно больше зерна до тех пор, пока не вступило в силу новое ограничение. Ведь с 1 марта экспортная пошлина на пшеницу должна удвоиться. В новых экономических реалиях становится особенно важным вопрос, как вырастить рентабельный урожай, как оптимизировать затраты, как за счет агроприемов увеличить валовый сбор. Эти вопросы мы будем обсуждать на двух круглых столах, которые проводим в рамках выставки «Интерограммаж агротехнологии» в Ростове-на-Дону. Приглашаем вас посетить эти мероприятия. 24 февраля в 10.00 начнется круглый стол «Масличные выгоды и риски», где ведущие ученые, агрономы, а также специалисты по питанию и защите расскажут о том, как лучшего сделать эти культуры. Генеральным партнером мероприятия выступила компания «Фосагродон». «Фосагра» – один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих утобрений. Стратегический партнер клуба агрознатоков – компания «БАСФ». Производитель химии «Чье кредо. Интересы аграриев – наш приоритет номер один». Кроме того, на следующий день, 25 февраля в 10.00 состоится второй круглый стол. Его тема «Точный гектар. Эффективный гектар». На этом мероприятии хозяйства «Юга России» расскажут о том, как внедряли у себя элементы цифрового земледелия. Мероприятие пройдет при поддержке компании «Агроноут». «Агроноут» – максимальный урожай при дифференцированном внесении семян, питания и защиты. Ждем вас, приходите! На этой неделе прозвучала еще одна новость, которая должна серьезно обеспокоить всех землевладельцев. Минсельхоз России разработал поправки в закон об обороте земель сельхозназначения, которые значительно упростят процедуру изъятия земли. Речь идет о территориях, которые не были поставлены на кадастровый учет и не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав недвижимости. Такие территории с 2025 года муниципалитеты смогут получать свою собственность в особом порядке, без участия владельца земли в суде. С одной стороны, это хорошо, потому что вовлечение неиспользуемых земель в оборот будет происходить немного проще. Но с другой стороны, законопроект касается тех сельских жителей, которые в начале 90-х годов получили свидетельство на земельный пай, но это свидетельство не перерегистрировали, не зарегистрировали свое право в установленном порядке и даже зачастую не знают, где находится их земля. До 1 января 2024 года у них есть время, чтобы все эти недостатки устранить. Иначе земле они просто лишатся. Обычно выдел земельных долей сопровождается разбирательствами в судах или с кадастровой палатой, и поэтому мы настоятельно рекомендуем всем уже сейчас заняться этим вопросом. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает ответственность хозяев за болезни животных. Что изменится? Во-первых, в Кодексе об административных правонарушениях появится статья, согласно которой животноводов будут штрафовать, если они не соблюдали ветеринарные правила, и это привело к очагу или распространению особо опасной болезни животного. За это правонарушение граждан будут штрафовать на сумму от 15 до 30 тысяч юридических лиц на сумму 300-500 тысяч рублей. Кроме того, законопроектом ужесточается наказание за сокрытие от государственного ветеринарного надзора массовых заболеваний или падежа животных. Для граждан штраф увеличится на 1000 рублей, для должностных лиц на 10 тысяч, а для юрлиц на 10-50 тысяч рублей. При этом максимальный срок для приостановления деятельности животноводческого предприятия будет сокращен с 90 до 30 дней. Но это и понятно, чтобы платить штрафы надо работать. Всю прошлую неделю новостное пространство сотрясали известия о росте цен. Аналитический центр Финэкспертиза заявил, что продовольствие подорожало на 7% в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года. Такой высокой продовольственной инфляции у нас не случалось последние 5 лет. Ассоциация Роспродсоюз пожаловалась в ФАС на подорожавшую упаковку. В объединении указали, что поставщики упаковки подняли цены на 10-15%, объясняя это удорожанием полиэтилена. Если раньше он стоил 78 тысяч рублей за тонну, то сейчас уже 119 тысяч рублей за тонну. Зампредправление Роспродсоюза Дмитрий Леонов предложил правительству обнулить пошлины на импорт полиэтилена, чтобы конкуренция на этом рынке восторжествовала. Что еще? Торговые сети сообщили Минпромторгу, что собираются на 10% увеличить закупочные цены на мясо птицы и на яйцо. Роспродсоюз объяснил, что эти цены не повышались уже в течение 5 лет и запас прочности у птицеводов просто иссяк. Наконец Росстат. Это ведомство заявило, что за первые 5 недель 2021 года картофель подорожал на 40%, почти до 31 рубля. Кроме того, на треть подорожала морковь. Теперь она стоит 37 рублей за килограмм. Единственный овощ, который спасает всю эту компанию – белокочанная капуста. Она не только не дорожала в этом году, но еще и в прошлом году ухитрилась подешеветь на 10%. Хорошая новость напоследок. Знаменитые донские гонки на тракторах Бизон Трек Шоу вдохновляют людей и в других уголках России. 6 марта в Удмуртии пройдет уже третий фестиваль «Тракторный биатлон». МТЗ вместо лыж, пейнтбольное ружье вместо винтовки и спортсмен, то есть механизатор готов. Ростовскую область на этом соревновании будет представлять фермер из Чертковского района Роман Щусь. Он уже не раз участвовал в Бизон Трек Шоу и даже вошел в историю, как человек, совершивший самый крутой прыжок на тракторе. Мы желаем Роману Петровичу удачи и, конечно, победы. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с нами. Не забудьте прийти к нам на Интерограммаж, если живете на юге России. До свидания.